Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Кто еще не подписался, комментируйте, задавайте вопросы. Нам всегда интересно, что вы о нас и о нашей работе думаете. А сейчас речь у нас пойдет о Армении и Азербайджане. С нами Роман Багдасарян, журналист, блогер Давид Эдельман, политтехнолог. Господа, здравствуйте. Рад вас видеть. Давно мы не встречались в таком составе. Итак, Роман, первый вопрос к вам. Судя по вашей странице на армянский интернет, как в самой Армении, так и в Арцахе, идет постоянная атака со стороны российских организаций, российских ботов. Какова цель этих атак и чего они добиваются? То есть так называемые ольгинские тролли. Ну, с одной стороны, у России есть большое количество сайтов и своих, и армяноязычных. С другой стороны, вы правильно сказали, это атаки на различные ресурсы, это спамы, это большое количество жалоб. Вы правильно подметили, что эти атаки достаточно организованы. Я вам могу точно сказать, что цель заключается в том, чтобы создать в информационном поле ту ауру и ту атмосферу, которая выгодна России, российским спецслужбам. Это очень-очень большое количество людей, которые работают не только в Армении, но и в Грузии, в различных странах мира. Дома, сразу, сразу. А что им выгодно? Просто, чтобы было понятно. Им выгодна искусственная повестка, те нарративы, которые они для себя придумали. Вот сейчас, например, я сделал видео буквально пять дней тому назад, где я сообщил о том, что мне депутаты из Арцаха сказали, что именно русские потребовали от них почти в 12 ночи сделать заседание парламента и раскритиковать власть Армении. Это видео набрало за пять дней, Давид, примерно, с учетом просмотров украинских телеграм-каналов и грузинских, на данный момент 720 тысяч просмотров. Но ты популярный, ты умеешь излагать свои мысли, все правильно. Я спросил не про тебя, я спросил про Россию. Тебя я уважаю. Да, я рассказываю, что именно после этого видео последние, особенно, пять дней идут жуткие просто атаки на все мои ресурсы, оскорбления со стороны армянских блогеров из России. То есть это все тоже организовано, потому что такие видео не просто раздражают русских и Россию, такие видео, по сути, по мнению русских, наносят вред той повестке, которую они строят. Вот, например, сегодня я читаю репортер и практически в 20 различных сайтах и газетах России примерно один и тот же текст они напечатали, что Азербайджан собирается устроить резню в Арцахе. И что, если этого не остановить, будет трагедия, миновато Армения. Да, наверное, это правильно говорить о том, что азербайджанцы пытаются выселить, убить. Но также правда то, что Армению Россия хочет ввязать в новую войну. Я в этом уверен на 100%. Поэтому то, что вы говорите, вот то, что вы спрашиваете, для чего это делает Россия, потому что у нее есть только один план. Новая война между Азербайджаном и Арменией, чтобы армяне Армении и Армяне России читали то, что пишут российские сайты, то, что пишут армяне России за деньги России. То есть вот что хочет Россия. А когда кто-то говорит правду, это очень-очень плохо для России. Очень. То есть Путин хочет большой крови на Кавказе, правильно? Хочет, и он к этому стремится. И сейчас дано указание всем армянским блогерам, журналистам, российским сайтам, чиновникам в Карабахе жестко критиковать армянскую власть. И даны указание сделать все возможное, чтобы была новая война. У Бродского есть такая строчка. Дням грядущим я дарил их как опыт борьбы с удушьем. А твой опыт борьбы с удушьем, твой опыт сопротивления этим российской экспансии, фабрики троллей, бота, блокировок и так далее. Что можно делать? Посоветую. Ну, если говорить о том, что может сделать журналист, исходя из тех инструментов, которые есть в его руках. Во-первых, это делать работу не только путем лайфа, который я делаю со своей страницы, но и, например, в рамках передачи выпуска в центре объектива записывается кадровый текст, давать интервью украинцам, грузинам, израильтянам, как я это делаю. То есть, чем больше будет информации через различные ресурсы, тем больше шансов, что даже если один ресурс будет сломан, через другие информацию можно относить. Ну и то, чем я пользуюсь, это поддержкой моих братьев и сестер, подписчиков. Вот, например, вчера спасли именно подписчики от взломов. Буквально в течение часа все группы, не только страницы, все группы Facebook разблокировали. Это произошло после того, как примерно 10-12 тысяч человек в течение нескольких часов нажали кнопку «Помочь». Понимаю, что это звучит банально, но это сыграло огромную роль. Да. А что вы можете сказать по поводу грозного заявления представителя Арцаха против Пашиняна? У Арданяна компания утверждает, что у Пашиняна нет права решать, нет мандата на заключение мира. Такое впечатление, что Арцах вот-вот объявит войну Армении. Но это всего лишь слова, коллеги. У арцахских чиновников и у Рубена Бартаняна нет ни морального, ни какого-либо права что-то такое говорить в адрес армянских властей. Армения, как это сказал Никол Пашиняна, это вот то количество квадратных километров, которое есть по карте 91-го года. И Армения уже признала территориальную целостность, еще раз признала территориальную. Хотя это было сделано и при Сержице Арктияне, и при Роберте Хочаряне. Никол Пашиняна и в Брюсселе, и в Москве уже сказал, что независимость Азербайджана признается Арменией, соответственно, при гарантии прав безопасности и прав человека армянского населения, который там живет испокон веков, так же, как и там живут люди различных национальностей. И будем надеяться, что цивилизованному миру удастся добиться от Азербайджана, чтобы те условия, которые обсуждаются, и то, о чем говорит Алиев, чтобы это соблюдалось на практике, а не только на словах. Нет, то, что у меня впечатление, я прошу прощения, что сегодня властям Армении гораздо легче договориться с Алиевым, чем условно с руководством Артаха, их московскими покровителями и московскими резидентами типа Варданяна, которые в Артах высадили, ну, Карабаху. Окей. Значит, Давид, в данном случае правительство Армении уже об этом ясно сказало, что давно не было даже намеков о том, что могут напрямую говорить Степанакерт и Баку. Вот, наконец, этого и добились. То есть Баку в лице Алиева согласился разговаривать напрямую с людьми там и договариваться, как они будут вместе жить. Этого сейчас не хочет Степанакерт, потому что этого не хочет Москва. То, что говорит Степанакерт, угрожает Еревану устами Варданяна и отдельных неадекватных политиков, это указание русских, России. Что касается этих самих людей, мы об этом с вами много раз говорили, что и Рубен Варданян, и президент Артаха – это заложники того компромата, который на них есть, это заложники своих старых преступлений, поэтому они не на стороне ни армян, ни жителей Артаха, ни Армении, они думают только о своей шкуре. Поэтому мы сейчас в тупиковой ситуации. Заявление, которое делают Рубен Варданян и Арайка Рутюнян, все-таки давайте не будем забывать, что они делают в первую очередь эти заявления от своего имени, а не от имени всего народа Артаха. Почему я так говорю? Потому что тот же Рубен Варданян, он вообще приглашенный, скажем так, музыкант со стороны России, и никакого отношения к Артаху он не имеет, не выбирался Артахским народом. Что касается Арайка Рутюняна, то уже много раз народ собирался на митингах, вот недавно был митинг, когда требовали его отставки, и человек просто там сидит, потому что ему об этом говорят русские. Скажи мне еще один вопрос о поставках мифетамина из Артаха, из Нагорного Карабаха в Армению. Про карабахский наркотрафик говорили много лет, почти 30 лет, о том, что идет наркотрафик из Ирана через Карабах, потом благодаря российским товарищам на базу Гюмри, и из Гюмри уже в Россию дальше по всему миру. То есть иранские наркотики, наркотики, произведенные в Иране, проходили через карабахскую границу. Возле того, как у Карабаха перестала быть совместная граница с Ираном, было ощущение, что это все закончилось. А и последние месяцы вместо органических наркотиков сейчас из Карабахи начали производить химические наркотики. Я задавал вопросы бывшему президенту Карабаха, имеет ли он какое-либо отношение к теме наркотиков. Почему я задавал этот вопрос в своей статье? Потому что за последние 35 лет я никогда не слышал от руководства Карабаха, что оно борется с наркотиками, что оно ловит наркодилеров, наркокурьеров. И, кстати говоря, последние уголовные дела в Армении, целая тонна кокаина, об этом официально говорится, поймано, то есть арестовано целая тонна кокаина. И за этой поставкой стоит армянский чиновник, которого сейчас покрывает Россия. Это Мирям Пугусян, который имеет прямое отношение к бандитам из Карабаха. Если помнишь, сжигали флаг Азербайджана на мероприятии. И вот этот парень является родственником влиятельных карабахцев, которые получили бизнес в Армении благодаря миграну Пугусяну, который обвиняется в поставках целой тонны кокаина. И об этом повторюсь, это официальная информация, я ничего нового сейчас не сообщаю. У меня нет никаких сомнений, что то, что 35 лет бывшие карабахские президенты не ловили наркодилеров и наркокурьеров, это говорит о том, что эта тема не является запретной для карабахского руководства бывшего. И мне почему-то кажется, что когда нет никакого контроля, никаких границ, и когда карабахские бывшие чиновники могут вытворять все, что они хотят, то да, они могли делать в том числе серьезные нарушения. Еще раз повторюсь, что я задавал вопрос в своей статье, а не утверждал. Я задавал вопрос, почему не было никакой борьбы с наркомафией и вообще с наркотиками. Этот вопрос очень-очень правильный, каждый журналист имеет право его задавать. Но, к сожалению, президент Карабаха, бывший, мне так и не ответил на мои вопросы. Но он может и не отвечать, потому что я могу сам за него ответить. Если нет никакой борьбы с наркодилерами и наркомафией, значит, это является естественным процессом для бывших властей Карабаха. То есть, если звезды зажигают... Это является источником дохода. Давай так. Значит, это является источником дохода. Давно не секрет, что так называемое карабахское лобби в Москве, оно десятилетиями опять-таки содержится за счет доходов от наркотрафика. Я не знаю, это ваше утверждение. Я не знаю. Да, утверждать мы этого не будем. Это, так сказать, оценочное мнение, да, Давида? Роман, вопрос такой. Почему заявление французов о поставке 50 БТРов с разведывательной аппаратурой Армении вызвало такую, ну, скажем, истеричную реакцию в России, ну и параллельно недовольство в Израиле? Ну, на этот счет уже многие высказывались. Наши коллеги. Хочу тоже добавить, что никто не может Армении вообще указывать, что ей закупать, что не закупать. Тем более Россия, которая взяла деньги, по моим сведениям, около 300 миллионов долларов, если быть точным. Не 500, а примерно 300 миллионов долларов было уплачено, чтобы нам в Армению поставили оружие. Россия обманула, деньги до сих пор не вернула, оружие не поставила. Что касается французского оружия, ну, во-первых, опять-таки, это пока что слухи. Это не заявление Министерства обороны Франции, это не заявление Министерства обороны Армении. Это опять на фоне слухов каких-то. Возможно, что это искусственные и лживые слухи. Даже так, я думаю. Если Россия... Не про поставки, вопрос про истерику. Чего вдруг такая... Да, я понял, понял. Я сейчас как раз и отвечаю. Если Россия истерик и вообще ревностно к этому относится, то это очень плохо для нас, потому что это означает, что Россия продолжает считать такие государства, как Армения, государствами такого мелкого пошиба, которые должны валяться у нее под ногами, и у нее спрашивать, что ей покупать, что не покупать. Когда на Армению нападают и захватывают ее суверенные территории, Россия это не волнует. А когда Армения пытается защититься каким-либо оружием, в том числе качественным оружием из Европы, Россию это раздражает. Ну, это цинизм, который присутствует в поведении российских чиновников и официальных лиц. Я думаю, что многим в Армении, и в первую очередь в Министерство обороны, наплевать на мнение какого-либо государства, которое высказывает претензии или озабоченность. Прошу прощения, но это так. Роман, последний вопрос, если позволите. Наше время подходит к концу. Ваше мнение, выйдет Армения из ДКБ или нет? Да, я думаю, что выйдет. Это произойдет очень-очень скоро. Потому что если премьер-министр Армении начинает что-то говорить и увеличивать эту риторику, а я напомню, что он теперь уже напрямую говорит о том, что не очень понятен смысл нахождения, что мы это уже обсуждали, можем возвратиться, и так далее и тому подобное. Если премьер-министр об этом говорит, значит, это произойдет. И я думаю, что это произойдет до конца нынешнего года. Давайте проверим мои прогнозы. Ну что ж, действительно, проверим. Спасибо. Спасибо большое, Роман Багдасарян, журналист, блогер. Наша программа подходит к концу. Спасибо, Давид Эдельман. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.